В этом учебном году Сил-Ламяевская школа Каннука также присоединилась к государственному проекту «Профессиональный учитель эстонского языка в основной школе». Данная возможность предоставляется русским школам Эстонии или школам с большим количеством русскоязычных детей. В начале 2020 года Иновы, сейчас это называется Харна, предоставила всем основным русскоязычным школам и эстоноязычным школам Эстонии участвовать в проекте «Профессиональный учитель эстонского языка в основной школе». В 2020 году нам не удалось открыть первый класс, мы не смогли найти учителя, который ввел бы эстоноязычную часть программы. А в 2021 году мы вновь ходатайствовали, нас вновь приняли в этот проект. Мы нашли из своих учителей, учителей эстоноязычной программы, русскоязычной программы. И с 1 сентября 2021 года у нас такой класс работает. Задача данного проекта является более индивидуальная работа с учениками, чтобы развивать навыки эстонского языка через общение. Главная цель это то, что дети, которые будут заканчивать начальные классы, имели бы категорию эстонского языка А2. Целей было несколько. Прежде всего, это предоставить возможность продолжения вот этой программы детям, которые закончили ее в детских садах. Тем самым, ну, привлечь внимание к нашей школе, повысить свой рейтинг и значимость, наверное. Ну и, естественно, поднять заинтересованность и уровень языка эстонского, что очень актуально, тем более в условиях нашего города. И я хочу сказать, что на самом деле вот этим проектом мы увидели, что и готовность детей была на высоком уровне. Ребята учатся очень успешно, очень хорошо реагируют. И все реализованные внеклассные мероприятия, которые также шли с поддержкой этого проекта, показали, что ребята абсолютно готовы и способны обучаться по данной программе. Но еще хочется отметить, что наши учителя, которые приняли этот вызов, учатся, стараются, и это для них тоже дополнительная нагрузка. Но они супермолодцы, и мы ими гордимся. Говорят, что двум хозяйкам на одной кухне тесно. Как строится работа со вторым учителем? Комфортно ли работать? Вы знаете, на самом деле это непросто, да, потому что, как нам говорят, это семья, но семья бывает по любви и не очень. Но тем не менее мы поставлены в такие рамки, и перед нами стоят такие задачи, когда нам необходимо договариваться, и мы решаем все наши рабочие задачи. Мы научились друг друга слышать, и мы объединены одним общим делом. Дело в том, что мы, когда комплектовали класс, мы опирались на то, что дети прошли программу обучения эстонского языка в детском саду, и к нам дети пришли уже с определенной языковой базой. Конечно, есть дети, которые пришли в класс, не занимаясь в группах с погружением в эстонский язык. Не все родители принимают этот проект, но тем не менее все понимают, что, живя в Эстонии, нужно знать государственный язык на хорошем уровне. В нашей школе предоставилась очень хорошая возможность участвовать в приводном проекте «Профессиональные стеки Кельна и Питая Пахиколис». В классе работают сразу два учителя, мы работаем в тандеме. Лично я преподаю на эстонском языке физкультуру, ритмику, также творческие предметы – это изобразительная деятельность, трудовая деятельность, ну и, конечно, эстонский язык. Присутствует также индивидуальная работа, чтобы развивать навыки эстонского языка. Утром с детьми мы проводим хомикурингет, где дети приветствуют друг друга, рассказывают о своем настроении. Мы обговариваем план работы на день, делимся впечатлениями, делаем небольшую утреннюю гимнастику. В учебной программе предусмотрена также продленка, где мы продолжаем общение на эстонском языке, поддерживаем и прививаем интерес к эстонской культуре через эстонские игры, национальные танцы, песни. На пробленке мы также готовимся к школьным праздникам, мероприятиям. Но самое главное – то, что детям нравится учить эстонский язык, они спокойно и адекватно реагируют на эстонскую речь, легко идут на контакт с учителем. Ребята очень активные, любознательные, позитивные. Они имеют хороший словарный запас, стараются использовать легкие эстонские фразы уже. Глаза блестят у всех ребят и учителей также. Ну и администрация школы помогает нам во всем, чтобы сделать работу еще более плодотворной. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН-ТВ.